Друзья, отгадайте, что это? Это домик для тыквы. Ведь все помнят мультик советский Чаполина, и там тыква мечтала о своем домике. Вот провалившил слабкий дом. Поэтому у моей тыквы он точно будет. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня самый ответственный момент из жизни тыквы, гигантской тыквы. Помните, да, что у меня растет гигантская тыква, и, конечно же, нужен ей будет поддон для того, чтобы эту гигантскую тыкву куда-то транспортировать. Ну, не позориться же каким-то савдебовским деревянным. Сегодня мы будем с вами опылять. Я покажу, как я буду опылять тыковку. Лучшее время для опыления тыквы, это, конечно же, лето. Конечно же, лето, но, конечно же, лучшее время это утро. Но цветы, особенно мужские, должны быть свежие, без росы. Ткань не должно сдуть, поэтому просто прищепки это не тот вариант. Еще нужно будет как-то привязать. Вот она. Та моя плеть и та моя тыковка, которая будет вот эта вот тыковка. У меня планируется, мною, точнее, планируется быть гигантской. Теперь мне понадобится, точнее, потребуется. Первое. Несколько мужских цветков. Их нужно брать свежими. Главное, не поломать тыкву, когда ищешь мужской цветок. Мужской цветок нужно искать самый свежий, только распустившийся. Раз. Или вообще не распустившийся. Два. Три. Лучше хотя бы штучек пять. Старый, старый. Старый, старый. Старый и бесполезно уже. Вот челки бегают. Какая красота. Ну, я надеюсь, мне хватит четырех. А вот еще один. Будьте аккуратны, не поломайте стебли. Не повыдергивайте. Вот такой вот букетчик обязательно нужен для того, чтобы опылить тыковку. Как я в предыдущем ролике показывал, все должно быть зафиксировано, потому что ветровая нагрузка очень сильная. Видите, у меня, чтобы плеть не улетела, она зафиксирована. Дальше я ее префиксирую уже к поддону. Вот это у меня мужские цветочки. Это, слава, сложный процесс. Перед тем, как она у нас распускается, ее нужно закрепить как-то, чтобы она не раскрылась, иначе ее залетят опылители и опылят всеми возможными рядом растущими тыквами. Я буду использовать кисточку. Мне кажется, что кисточкой будет достигнут наилучший, наибольший эффект. Я надеюсь, женские от мужского цветка тыквы вы все отличаете. Видите, вот такое вот строение мужского цветка. пчелы тоже любят мед. какие-то мужские цветочки слабенькие в этом году. Хотя я первый раз выращиваю. пыльца разлетается. Аккуратно, потому что при сотрясении видно, как пыльца разлетается. Чем мы лучше опылим, тем больше шансов, что вся она завяжется. Такая вот красота. пыльца разлетается. Субтитры делал DimaTorzok Что-нибудь из этого получится Закрываем ее на сутки Вот он поддончик, для чего мне нужен Потом подумали, что у меня, наверное, крышняк поехал Досточки здесь лежат для того, чтобы тыква не укоренилась Потому что она имеет свойство укореняться Самое сложное теперь Так все это сделать, чтобы она не сломалась Будет очень печально Помню, что тыква очень ломкая Просто невероятно ломкая И тут надо нам решить Ну, вам, нам В какую сторону будем поворачивать Потому что в этом месте будет поворот Я поверну туда, там места больше С Богом Хватит Это, да Хватает выше крыши Видите, уже начинается Вероятность сломать Еще? Да, да, да Еще, еще, еще Стоп Не сломал Знаете, как в мультиках не упал Короче У меня, честно, даже Ёкать сердце начало Значит, лежать она будет вот здесь вот, соответственно А ветвь пойдет у меня дальше сюда Далее Ее нужно закрепить Потому что, если ее в таком состоянии Будет колыхать ветром и сорвет То придет ей трындец Вот Тем же самым Способом Нелегкая эта работа Ну и финал всей этой истории Конечно, не финал А так Если будете спрашивать, где я взял поддон И его сосед привез Хорошо, когда есть хороший сосед Честно, нелегкое это дело Вот как-то вот так вот А вы говорили, легко, легко Ну, в принципе, легко, да Взял, посадил и вырастил Дед Репку Помните Такую старую русскую сказку? Посадил Дед Репку И выросла она у них Большая-пребольшая Все, на сегодня Вам, как всегда, я пожелаю здоровья А все остальное приложится С вас лайк Ведь это было все Считайте в прямом эфире До свидания